Здравствуйте мои духовные братья и сестры. Я не зря вас так называю. Мы с вами в душе верим Бога. Мы стараемся жить по человеческим, по Божьим законам. Я не случайно об этом говорю. Кто-то когда-то, в 19 веке в основном, для того, чтобы побольше публиковать материалы, искали любой повод извратить Божьи законы. Один из них, я вам сейчас скажу, в чем он заключается. Деревья совершенные. Не только те, что в лесу, но и те, которые растут в саду. Они не нуждаются в улучшении. Я имею в виду те, которые выросли на собственных корнях. И семечки, и скосточки. Некоторые изменения с помощью секатора можно внести привитым деревьям. Потому что у привитых деревьев генетически нет штамба и быть не может. Это всего лишь выпрямленная боковая веточка, которую превратили мученика, издевались над ней. Но только для того, чтобы сохранить какие-то качества плодов, привезенных с юга на север, с помощью ростоких подвоев. Мы духовные братья, мы духовные сестры. Я не случайно начал с этой картины. Старый сад. На этой картине изображен наш национальный герой Ослябе, монах Ослябе. Если вы видите деревья уже с ранами, это старый сад, ему где-то 30-40 лет, но он цветет. Тогда было такое понятие об агротехнике. Я благодарен автору этой картины, потому что мне так кажется... Мы знаем много ангелов, архангелов, мы знаем много святых, которые помогают где-то там с небес, мы верим, что они нам помогают. Но дело в том, что они как бы чуть ли не должности имеют. И мне кажется, что Ослябе, монах Ослябе, отвечает именно за садоводство. И поэтому сейчас я вам покажу удивительно невероятные вещи, потому что они невозможны. Вы знаете, пару дней назад, ну, может, пять дней назад, ко мне обратилась женщина, она в Нижнем Новгороде. Извините, будет длинная речь, наверное, будет несколько фильмов, но это очень важно. Она в Нижнем Новгороде сделала, делает центр, выставочный центр садоводства. Обратилась ко мне, я ее переадресовал к сыну Сергею Железову, который выращивает саженцев. Ей нужно там несколько десятков, может, сотен для образца саженцев, идеально выращенных. С плодами будущими, тоже невероятными, невероятными на просторах России. Она обращалась, а Нижний Новгород – это третье по величине город России. И она огромный город, много научных учреждений. Она везде обращалась, все везде говорили. Вы поверите, я уже не знал, я думал, что там-то, по крайней мере, на Волге, уже хоть что-то растет. Нет, все должно быть укрыто. А я вам сейчас покажу чудеса невиданные. Прошло 10-20 лет, когда мы с вами начали дружить, и вот случилось чудо. Сейчас вы увидите это чудо. Ребята, не отключайтесь. Это не то, что реклама, не отключайтесь, надоевшая, всегда дикторы призывают. Нет, тут совсем другое. Вы окажетесь в мире чудес. Вот, есть поле чудес в стране дураков. Это есть. Вспомним, братина, да? Закопаем, и будет на дереве расти эти соль, монеты или там купюры. Вот сейчас вы увидите чудеса. Внимание! Вот, пожалуйста, этот фильм в виде ссылок рассылайте своим друзьям, потому что это за пределами. Это, знаете, любой ученый скажет, во-первых, этого не может быть, но и здесь все будут ролики. Вот, тема персики. Поехали. Не могу не прочитать. Тихое утро, пронизанное лучами теплого солнца, цветущие яблони. За спиной монаха виднеются ульи. Это я создаю мажорное настроение. Но главное в этой маленькой картине то, что монаха зовут Аслябя. И готовится этот монах не белить стволы, а отдать в свою жизнь за Христа, за всех любимых ему людей русских, в том числе и за нас с вами. Он Аслябя готов, он воин Христов. Он все же побелит яблони, потом взяв меч, он стремится в самый ад Куликовской битвы, чтобы бить врагов божьих и укладывать их трупы снопами. А потом самому быть изрубленным со своим великим собратом Пересветом. Фото из сада Железова. Это видит карточка Ишушинского района. Производственная практика. Выпускницы красной дипломницы Красноярского госуниверситета. Сами нечлены в саду Железова. Альтернативного научного. Почему не просто ненаучным, а альтернативным. Потому что все, что вы будете делать, кто со мной только сейчас позвал, все будет наоборот. Все наоборот. Вы не будете калечить почву, вы не будете отрезать ветки нижнее, делая этот самый скелет. Потому что не знает современная наука устами сотен, тысяч ученых, аспирантов, доцентов и прочих кандидатов, что нельзя отрезать ветки только потому, что они кормят корни. Что на этих нижних ветках, ах они, а то их у них, это самое, они бесплодные. Не понимая, что листья на них, это же их и есть производство. Не плодов, листьев, листьев, листьев кормят корни с помощью фотосинтеза. А слово всего, глюкоза. Мы едим глюкозу, деревья едят глюкозу, животные едят глюкозу, птицы едят глюкозу. Мыши, червяки, эти самые, все насекомые. Вы понимаете, глюкоза, производство, это одно из важнейших производственных путем фотосинтеза. Нельзя отрезать ни одной ветки, нельзя отрезать ни одной почки. А мне потом такое пишут, что я хватаюсь за таблетки валидола. Вы понимаете, ненависть вот к этому страшная. Потому что те, кто пропагандировал 100, 150, 200 лет, вот это вот деревья неправильно, 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 неправильно. Калечим, калечим, отрезаем. Тиберевская академия 9 видов ветки нарисовала схему. Вот эти отрезать, отрезать. 9 видов ветки. Так, а что я завелся? Сейчас начнутся чудеса. Смотрите, вот это вот плоды одни из самых моих крупных. Тройной гибрид. Его не может быть никогда. Нет, это не персики. Сегодняшняя тема персики. А почему я начал? Ну, во-первых, эффектная девушка, эффектные плоды. Но это тройной гибрид. И одним из этих тройных гибридов является королевский абрикос родом из Франции. И вот. Сейчас в Википедии это наполовину полезная вещь, наполовину помойка. Сейчас не доберешь конца. Но в советское время справочник я прочитал. Королевский абрикос, который мы постепенно из Франции до Сибири дотянули. Королевский абрикос является сеянцем абрикоса персикового. Абрикос персиковый это гибрид персика-абрикос. Поняли, да? Вот. Значит, здесь присутствуют гены персика. И так. Разве они не придают вот такую красоту? Я еще специально вам увеличу. Посмотрите на эту красоту. Видели? Ладно. Кто-то пусть смотрит вот так вот на девушку, любуется. Это тоже часть природы. Кто-то пусть смотрит на плоды. Тут недавно в гостевой книге моего сайта сравнили с Ашхабадом. Да, в Ашхабаде было 30, потом и Сибирь. Так вот, ладно, это так, маленький выпад. Макаров выращивает персики, и я опозорился невероятно. Это мои плоды. Нет. Это была моя ветка. Он вырастил абрикос серафим. Они укрупнились. Они очень... Абрикос очень пластичный. Попадает на подходящие условия. И увеличивается даже в два раза. У меня были случаи в три раза. Становятся огромными и невероятными. Вот. И я взял, опозорился я на вебинаре. Сказал, что это персик. Не пригляделся к листьям, а прям глянул на плоды. И у меня крыша снесло. Особенно то, что это он получил от меня. Вот. Вот это сайты, которые... Первая сотня. Сейчас уже сотни мошенничества приняло. Такие дикие размеры, что... Вот это невероятно. На сотнях моих фотографий. Вот они. Маленький каждый квадратик. Это просто... Это самое. Скопированный маленький квадратик. Сайт, сайт, сайт. Вот здесь разу, три, четыре, пять. Двадцать сайтов. И на всех мои, видите? И самое интересное, что вот они... А видите? Абрикосы, 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 абрикосы. Мои фотографии присвоены. Для того, чтобы морочить голову и выдавать за саженцы свои дрова. Вот. И что интересно, здесь и персики есть. Мои, мои, мои персики. Вот. Видели? Это была только первая сотня. Общение с наукой. Да, приехали. Вот. Приехали, да, угостил. Да, довольны. К сожалению, на этом и все. У меня таких фактов уже с десяток. Сейчас с наукой со мной дружит только одна дама. Вот она. Она уже аспирант. Вот. У нас совместные... Нет, не бизнес. У нас совместные статьи. У нас совместные саженцы. Вместе прививали, вместе выращивали. Вот. Это единственное... Это сабостик с наукой, к сожалению. А это я просто показать, как я гостеприимный. Уже кончились ведра, уже кончились все пакеты. Ни одного нет. Ничего вытащили все равно. Вот. А теперь все-таки поехали. Про персики. Про персики. Про персики. Со всей страны. Начнем, будем, от Калининграда и до Сахалина. Вот. Причем здесь нет никакой системы. Поехали. Здравствуйте, Валерий Константинович. Высылаю фото моих четырехлетних персиков. Первый рожай мы попробовали в девятнадцатом году. Выросло штук восемь плодов. В двадцатом мы собрали два ведра вкусных, ароматных, спелых персиков. Представляете, сколько косточек ценнейших? В этом уже свои косточки заложила на стратификацию. Хотела бы узнать и вас. Из моих костей тоже будут вкусные плоды? С уважением. Бердо, Татьяна Садовод, Любитель. Да, с вашей будут вкусные плоды. У меня сегодня, сегодня 15 ноября, а я даже не представился, я железом. Наверное, может кто-то думает, не знает даже, с кем разговаривать. Сегодня 15 ноября, сегодня понедельник. 16-го по московскому времени будет вебинар. Они еженедельны, каждый понедельник. Уже прошло 156. Поверите, 4 года продолжается это. 157-й сегодня. И там такая тема, какие предельные морозы для персиков, особенно корнесобственных, вот такие. И там я на это отвечаю. Запомните, вебинар номер 157. И там про персики и 10-10-15 фотографий, начиная от самого персикова и современного фотографий с большим количеством плодов. А вот вам Самарская область. Так? Значит, внимание. А где же я в фотографии-то? Так. Фотографии нет, ролик есть. Ну-ка, вот сюда заглядь. Или вот тут они фотографии? Сейчас. Ага, вот открывается, я аж испугался. Вот еще персики наливаются. Тоже. Деревьям 3 года. 3 года. 3 года. Сама вырастила из косточек. Вот они какие у нас. Скоро будем уже собирать. Так, все. Видели? Поверили? Опа, я не туда заехал. Ага. Вот вам и Самарская область. Теперь еще. Я смотрю, тут еще один ролик есть. Когда-то я все спихил, спихил в эту папку и забывал. Или это то же самое? Ну-ка. Вот еще персики наливаются. Наверное, это то же самое. Так, пойдем дальше. А ну-ка посмотрим, что нам здесь преподнесут. Открыть. А почему яблок нету? Ой, тут про груши, но ничего. Ну-ка пали яблочки. А что у нас? Вы видите чудо. Внутри вон яблоко. Ой. Вон яблоко. Интересно. А что ты тут снимаешь? Игрушки. А груши-то как на яблоне. Ну-ка, волшебный. 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 Ну-ка, блин. Видели? Это, ладно, пусть и проперсики. Не пропускать же такое чудо. Огромные 300-граммовые груши и всего лишь маленькая скелетная прививка на яблоне. И она меня спрашивала, а сорт-то какой? А я ответил, лесная красавица. Вот, сало как сало, что его пробовать. Так, идем дальше. Ладно, извините, отвлеклись. Давайте посмотрим, что делается под Екатеринбургом. А это уже, извините, это та же Сибирь. Внимание. Персики мои. Ну, косточка отделяется. Зеленоватый еще. Вот такая косточка у него. Вот такая мегать. Прошу не разочаровываться. У меня первые рожаи такие же были. Так. Персик, Хасанский в Сибирь. А как сюда попало вот это? В этот ролик. Знакомьтесь с умным браслетом Хилби Глуби 3, который поможет контролировать питание и оставаться в форме. Ну-ка, что там у меня? Получите удовольствие. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Владислав Кундасев и наша передача «Консультант садовода». Сегодня мы находимся в Саиногорске. В гостях у Валерия Константиновича Железова. Кстати, тот самый Железов, который выращивает огромные абрикосы, сливы, яблоки, ну и, конечно же, персики. Ну, все, мы это не будем, знаете, ну, сало как сало, что подумаешь тут, ну, правда, Южная Сибирь, такая южная, что центр Евразии где-то рядом. Мы с вами сегодня будем по чашим садам. Так, ладно, это мы проехали. Екатеринбург, проехали. Так, вот тут не выключилось как-то это. Ага, сейчас мы выключим. Идем дальше. Так, где мы были под Екатеринбургом? Были, случайно заскочили ко мне в этот Шушенский район Красноярского края. Аравиль Галиев. Ну-ка, 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 ну-ка. Теперь Башкирия. Кажется, здесь тоже персики. Внимание. 2 августа. Башкирия, город Мелиос. Сегодня у Валерии назначение рождения, поэтому хотелось бы поздравить с днём рождения, пожелать долгих и плодотворных лет жизни. В общем, я уже несколько лет у Валерии назначено выписываю саженцы, черенки, косточки. Вот в том году тоже выписал осенью. Тут вот Гольден Делишец, крово-красный аппорт. Вот прививки. В этом году прижились. Вот они все прививки, сделанные на сибирскую ягодную. Хорошие приросты дали. Тут же рядом вот персик у меня. Они уже выше человеческого роста. Персика где-то. Десять деревьев у меня. В этом году тоже первый урожай. Четвертый год, как есть прививки груши, тоже прививал. Потом там яблони. И вот тут вот тоже, на этом персике тоже есть урожай. Сейчас покажу. Персик Касанский. Тоже четвертый год. Запрудоносил впервые. Очень много плодов. В общем, Валерий Казаченко, вам огромная благодарность. Ваше тело живет. Все будет нормально. Ну как? И где это мы были? Мы были в бактерии. Так. Бывали в Башкирии, Леозайцев, Казань. Ну, абрикосы. Ну, конечно, они родственники. Меня еще спросите, а на что прививают? Видели, упоминалось ягодное яблоня Сибирка. На него привили роскошные яблоки. А абрикосы, нет, персики мы прививаем на очень морозостойкие абрикосы. Я и вы будете так делать. Можно еще на китайские сливы. Ну, здесь ведь выборки нету, поэтому листаем все подряд. Удивляемся роскошным сливом. Вот. Вот эти абрикосы выросли из косточки, без прививки. Вот. Урожай Академик. Ну-ка, 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 ну-ка. Академик дает плоды. Ой, не хочется мне. Пропускаю. Хоть из боли в сердце, но абрикосы пропускаю. Подумаешь, абрикосы. Сало как сало. Все их пробуют-то. Выращивание персики из косточки. О, вот это пригодится. Причем из косточки. Я сейчас в ракурсике продаю по три стучки. Албеев, все русские почему-то делают эту ошибку в английском языке. Когда вы чего-то не понимаете... Пропустили рекламу. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Черков. В своих видео я рассказываю о том, как живой обустраиваюсь в лесу на участке земли размером в 2 гектара. Рассказываю, что я здесь делаю, как, зачем и почему. Приятного просмотра. Так, это будет довольно длинный фильм. Давайте его сокращать. Вот это выращенные из косточки. Косточки я заказывал у Железова, Валерия Константиновича, если я не ошибаюсь. Заказывал я их в октябре 16-го. Не ошибаюсь. И, получается, осень стратифицировал. И весной 17-го года посадил. 18-го год, 19-20-й. То есть, получается, сейчас сентябрь 20-го года. То есть, им 3,5 года. Сначала они в контейнерах, они год один промучились. Потом я их высадил на ПМЖ. То есть, 16 персиков у меня растет. Их вот видно. Среди травы они вот желтеют. В них краснеют листья. И растут они вот таким кустом. Не то, что каким-то деревом. Кустица. Какие-то больше, какие-то меньше. Ну, эти два примерно одинаковые. Я их на зиму закутывал укрытым материалом, вот этим белым агроспаном. Как он правильно называется, я не помню. То есть, прям брал эти листья, эти ветки в кучу все так собирал и обматывал. Две зимы укрывал. Ну, вот это вот, не знаю, буду зиму укрывать или нет. То есть, нормально они зимуют. Ничего них не отмерзает. Три с половиной года, но на них еще ничего не было. То есть, в том смысле, что они не цвели. Только растут, силу набирают. Но это вот у нас. А один персик, тоже из этого, так сказать, выводка. Один персик я дал маме, она посадила в товарково в поселке. И там он совсем по-другому выглядит. И вот уже дал урожай. Ну, про него сейчас дальше расскажу. Вот это вот наши персики, трехлетки. Растут, зимуют, ждем, когда они порадуют нас урожаем. Забыл сказать, высота этого персика полтора метра. То есть, верхние листья, максимум, то, что он вырос, вот это вот, полтора метра высотой, сажал я их в холмики. То есть, тут уже не видно, холмы эти ушли, земля. То есть, небольшой холм земли насыпал и в холмики сажал. По весне эти холмики быстрее оттаивают и нагреваются быстрее. Итак, вот он, персик этот. Сейчас ближе подойдет, хотя, может, не стоит. Вот, высота он получается метр восемьдесят где-то. Вот эта верхняя ветка, ну, где-то метр восемьдесят, да. Не сказать, что он там пышный такой. Так, земля здесь, по-моему, да не по-моему, а точно, вот насыпана. То есть, здесь наш теклопат, то есть, это огород, он сделан на месте, отсев тут был. С карьера возили отсев, и наш теклопат, и здесь может быть хорошая земля, а потом идет вот такой вот отсев. То есть, ну, вот, долбили мелкие камни. То есть, тут для него нужно было посадочную яму долбить прям ломом. Долго, муторно, тяжело. То есть, лунку эту долбили и посадили этот персик. То есть, не могу сказать, что у него прям шикарные условия тут по поводу земли. То есть, там камни отсев. Но, тем не менее, вот на нем видно, что он в этом году цвел. И сколько на нем? Сейчас спешитаем. Раз, два, три, четыре, пять, пять штук. Ну, цвел, по-моему, закладывал, он тут висел десяток перстиков. Но они размером, скорее вот, размером с абрикос. Опа. А, может, они опадают, кстати. Вот, упал один. Да, вот тут еще, смотри, лежит. Опали они, несколько штук. Ох, сейчас покажу. Что опали, ничего. Главная в них ценность это косточки. Но они не взрывают прям так, что красный-красный. Как абрикосы, скорее, больше. Что-то не фокусируется. Камера. Как абрикосы. Не очень большие. Но по поводу того, что сладкие-несладкие, не знаю, попробую сейчас. То есть он здесь себя лучше чувствует, чем у нас. То есть эти кусты у нас того же возраста, что этот персик, но этот получше здесь себя чувствует. Поселок, расстояние от нашего поместья, сколько? 40 километров, ну, напрямую километров 15 будет. Вот он повыше. И вот он цвел, и на нем плоды есть. Наши пока еще не плодоносили. Ну, попробуем, какие на вкус. Тогда скажу. Итак, доехал я до дома. И сейчас по поводу плодов персика. Сейчас расскажу, попробую. Ну, как вот. Любят спички обычно ложить, чтобы размер понять какой. Ну, вот вы видите, сами все. Небольшие, маленькие. Так, ну вот один разрезал. Что тут у нас с мякотью получается? Ну, вызрело. То есть они уже, мне кажется, немного переспевать начали. Сегодня, так, на заметку, 5 сентября. Это у меня персик Хасанский. Сколько лет этому дереву, которое урожай первое оно дало? 29 октября 2016 года у Валерия Железова я заказал косточки. То есть в 16-м году осенью заказал, сертифицировал. Весной 17-го года, получается, я посадил косточки. Этой весной, получается, 3 года ему было персику. Получается, на третий год он дал плоды. Цвел. Я пропустил этот момент. То есть мне просто фотографию скинули, что, мама скинула фотографию, что персик цветет твой. Сколько там цветов было, я не знаю. Не смотрел, не считал, вернее. Но плодов завязал с 10 штук. И все 10 я нашел. То есть вот здесь вот 5 штук лежит. Один я съел прямо на огороде, шестой. И седьмой остался висеть. И еще 3 штуки, я видел, что они попадали. А падухи. Но я их собрал. А для чего я их собрал? Ради косточек. То есть вот эти косточки, получается, у меня уже 10-й косточек будет. Со своего дерева, которое можно посадить будет уже. Так, друзья, я остановил показ. Но он уже, фильм почти закончился. Самое главное, увидели. Самая главная ценность в них. Это косточки. Пройдет время. И тот регион, где живет Евгений Чертков. Так, а что здесь написано? Заказал уже, или сделал сервикацию. Посадил, вырастил. На третий год переурожает. Ну, в общем, дальше идет. Комментарии мы уже смотреть не будем. У нас заканчивается время. В каком смысле? Мало того, что меня постоянно ругают. А, сильно длинные фильмы. Я делал фильмы по 3-4 часа. Потом выяснилось, что редко какая птица долетит до середины Днепра. Это, в смысле, редко какая птица, садовод досмотрит 4-часовой фильм. А я делал такие. Я фанатик. Сейчас у меня получается вот одна особенность у этого фотоаппарата, которым я снимаю фильмы. Она такая. Каждые 30 минут он отключается. Сейчас отключится через 40 секунд. Я с вами не прощаюсь. Назовем это первой серией. Тема будет называть, то ли это будут феноменальные персики, то ли это самое. Персики в России это обыденность. Как-то обзову эту серию. Посмотрим. И ждите следующую серию. И потом еще следующую. Потому что количество моих учеников растет. Количество успешных растет. Мы опережаем науку уже на сотни лет, потому что им голову не приходит этим заниматься. Не укрывными, подчеркиваю. Хотя здесь частично одни укрывают, другие нет. До свидания. Первая серия закончилась. То есть и свои косточки. Продолжение следует...